Итак, я сегодня хотел бы кратко рассказать о двух направлениях нашей работы, за которыми мы пристально следим в рамках нашего атомного проекта. Во-первых, это ядерные риски в Украине, конечно же, а второе – это международная активность Росатома и его роль на мировом атомном рынке. Росатом принимает активное и широкое участие в этой войне, и наиболее опасная ситуация, к которой Росатом имеет отношение – это его участие в оккупации и управлении крупнейшей атомной станцией Европы – Запорожской АЭС, захваченной в первые недели войны. Можно выделить несколько периодов за два года оккупации этой станции, и каждый из них связан с разным техническим состоянием блоков, управлением станцией и разными рисками. Первые полгода станция продолжала управляться из Украины, и часть ее энергоброков, блоков даже продолжала работать и передавать электроэнергию в Украину. Но с августа 2022 года начались активные обстрелы станции, что поставило ее на грань риска крупной ядерной аварии в случае целенаправленного или случайного повреждения энергоблоков или важного оборудования. С тех пор более восьми раз станция оказывалась в полном блокауте. Прорыв дамбы Каховской ГЭС летом прошлого года оставил станцию без привычного источника воды для охлаждения. С сентября 2022 года все реакции станции заглушены. Это существенно снизило вероятность крупной аварии и ее потенциальный масштаб. Однако риски крупного радиационного инцидента, ну или как минимум локальной аварии, сохраняются. О различных аварийных сценариях и связанных с ними рисках мы публиковали отдельный доклад. В сентябре 2022 года на станцию впервые прибыла миссия МАГАТЭ во главе с директором Рафаэлем Гросси. С тех пор инспекторы этой миссии постоянно присутствуют на АЭС, а состав миссии меняется примерно раз в месяц. За этот период Рафаэль Гросси четыре раза посетил атомную электростанцию в Запорожье. Данная миссия играет важную сдерживающую роль и роль дополнительного источника информации. Информация о том, что по факту происходит на территории АЭС. Однако их возможности для осмотра объекта сильно ограничены. Например, вот на этом слайде вы можете увидеть информацию о том, куда инспекторы МАГАТЭ не могли попасть, то есть им отказывали в доступе на протяжении одного месяца. Ну то есть, по сути, мы наблюдаем препятствования работе МАГАТЭ на объекте, в том числе со стороны Росатома. На данном этапе можно выделить три основных риска. Первый риск – это риск повреждения оборудования из-за нештатной эксплуатации и отсутствия необходимого обслуживания в полном объеме. Особенно из-за длительного удержания одного или двух блоков в режиме горячего останова. Риски потери электроснабжения также сохраняются. Второй риск заключается в нехватке квалифицированного персонала. Уникальная ситуация захваченной стации заключается в том, что ни со стороны России, ни со стороны Украины в данный момент нет возможности действовать в соответствии с обычными инструкциями. Это может привести к ошибке ввиду человеческого фактора. Поэтому каждый день этой войны несет всю полноту рисков для этого объекта. Но главный риск заключается в том, что в любой момент ситуация может резко измениться, если, например, реакторы попытаются вновь запустить или если возобновится боевая активность вблизи станции. Станция может подвергнуться атаке с любой из сторон по тем или иным причинам. Судьба станции, по сути, находится в руках военного и политического руководства России и будет зависеть от развития этой войны. Давайте теперь посмотрим на Росатом. Росатом ответственен за эксплуатацию оборудования, работу с персоналом и взаимодействие с МАГАТЭ. Но по всем этим направлениям наблюдаются серьезные проблемы. Сотрудники, эксперты Росатома присутствуют на атомной электростанции в Запорожье с начала оккупации и полтора года уже официально им управляют. Путин официально поручил управление станцией дочерней структурой Росатома в октябре 2022 года. Тем не менее, все выглядит так, как будто бы Росатом стесняется этого объекта. Например, в официальных годовых отчетах корпорации станция почти не упоминается. А глава Росатома за все время войны так ни разу и не посетил Запорожскую АЭС. Возможно, это связано с тем, что он еще активно представляет Росатом на международной арене и не хочет сильно ассоциироваться за рубежом с этой преступной историей. Тем не менее, две недели назад мы сперви увидели на станции главу Росэнергоатома. И это может говорить о том, что начинается новый этап более плотной интеграции станции в структуру Росатома. Ну, а теперь давайте поговорим о активности Росатома за рубежом. Мы также отслеживаем это направление. Росатом остается крупнейшим строителем атомных электростанций в мире. Каждый третий блок атомных электростанций, которые строятся по всему миру, либо строятся с сотрудниками Росатома, либо строятся по проекту Росатома. Крупные проекты, новые проекты сейчас находятся в основном не в западных странах. И при этом западная ядерная промышленность сильно зависит от Росатома в вопросах поставок ядерного топлива, а также обогащении урана. Объем поставок ядерного топлива Росатома на Запад довольно скромный. В деньгах это около 2-3 миллиардов долларов ежегодно, что по сравнению с другими статьями российского экспорта сравнительно немного. В отличие от большинства госкомпаний России, Росатом, кстати, в целом не подвергся серьезным санкциям. Те санкции, которые введены, практически не затронули основные зарубежные проекты госкорпорации. Наверное, самые серьезные санкции, которые на сегодняшний день обсуждаются, это запрет импорта обогащенного урана из России в США. Подобный законопроект был одобрен Палатой представителей США несколько месяцев назад. Таким образом, когда этот документ вступит в силу, один из главных и давних потребителей российского обогащенного урана будет активно показывать, что он готов отказаться от услуг Росатома. Это историческое изменение. Рынок в целом уже сейчас начинает меняться и понимает, в какую сторону будут двигаться эти изменения на государственном и частном уровнях. На мировом рынке обогащения урана доля России составляет примерно 35%. И там также наметили серьезные изменения. Главные европейские конкуренты Росатома в этой части – это компании Юренко и Арана. В 2023 году они объявили о крупных планах расширения мощностей. Если их планы будут реализованы, то в ближайшие 5-6 лет Евросоюз и США потенциально смогут заместить около 2-3 поставок обогащенного урана из России. Еще один пример трансформации мы можем наблюдать на рынке поставок ядерного топлива. Российский Росатома поставляет ядерное топливо для 19 водоводяных энергетических реакторов в Евросоюзе. Это Финляндия, Чехия, Болгария, Словакия и Венгрия. Операторы многих АЭС в Европе, использующие российское топливо, приняли решение о смене поставщика. Этот процесс займет годы, но уже в этом году в Чехии и Болгарии, например, планируют начать загружать первые партии топлива компании Вестингхаус вместо российского. Украина начала этот путь раньше, еще до войны. Она перевела половину своего атомного парка на американское топливо, но этот процесс занял более 10 лет. Если судить по уже заключенным контрактам и объявленным намерениям, то к 2030 году Россия может лишиться поставок примерно для 10 реакторов общей мощностью в 7 гигаватт. Или, другими словами, почти 60% текущих поставок ядерного топлива в Евросоюз. Россия уже сталкивалась с сокращением поставок топлива в Европу, когда ряд стран Восточной Европы закрывали часть своих реакторов из-за вступления в ЕС. Но то, что мы наблюдаем сегодня из-за войны на Украине, это одно из крупнейших и самых быстрых изменений на рынке поставок ядерного топлива за всю историю. Однако надо понимать, что за тот же период, примерно к 2030 году, Росатом легко компенсирует потери поставками на новые объекты в таких странах, как Китай, Индия, Турция, Бангладеш или Египет. Поставки топлива на эти объекты в эти страны будут больше, чем все поставки в Европу и Украину вместе взятые. Так что текущие изменения рынка мало повлияют на возможности России финансировать продолжение войны, но они направлены на снижение зависимости стран Запада от Росатома. Это будет нелегко, это будет невыстро и будет дорого стоить. Но зато речь идет о снижении рисков. Но и главное, этот переход морально и политически оправдан. По крайней мере, пока Россия и ее политический режим представляют угрозу миру. Благодарю вас за внимание. Спасибо вам большое. Я думаю, что у нас есть время ответить на несколько вопросов. Большое спасибо, Дмитрий, что так лаконично выступили. Вы говорили о том, что роль Росатома очень велика на международной арене. А есть ли еще какие-нибудь игроки на этой арене, которые можно сравнить с Росатомом? Ну да, есть, конечно, большое количество компаний. Но вы правы, Росатом на самом деле занимает уникальную позицию. Все-таки Росатом – это один из крупнейших игроков на рынке ядерных технологий. И это действительно уникальная компания. Росатом – это глобальная корпорация, которая может охватывать вообще все этапы существующие в сфере ядерной энергетики. От добычи урана, обогащения урана, разработки проектов до строительства атомных электростанций, а также выведения эксплуатации и хранения отработавшего ядерного топлива. То есть Росатом может охватывать весь спектр услуг, и это одна из причин, по которой госкорпорация Росатом является уникальной. Они могут, в общем, предлагать оптимальные услуги для своих клиентов. Второй фактор успеха Росатома на международном рынке заключается в том, что это государственная корпорация. Российское правительство Путин предоставляет средства Росатому для того, чтобы эта госкорпорация могла строить атомные электростанции по всему миру. Это компания, у которой есть деньги. А, собственно, наличие финансирования – это одна из крупнейших проблем для других игроков на рынке атомной энергетики. У Росатома такой проблемы просто нет. Но еще один фактор – это определенная слабость западных компаний. Россия именно по этой причине так сильно представлена на территории стран глобального юга. Дело в том, что у западных компаний часто не хватает опыта, не хватает средств для строительства новых проектов. А Росатом за последние десятилетия построил много новых проектов, и они учились на практике и обладают действительно богатым опытом по сравнению с другими конкурентами. Именно поэтому, например, страны глобального юга скорее выберут Росатом, чем, например, компанию конкурент Вестенкаузен, просто потому что у Росатома больше опыта. Ну, вот это краткий ответ на ваш вопрос. Продолжение следует...